Вот трещина, там вообще дыра была, тогда ещё строители забили досками, жители с той стороны заделали. Весь дом буквально в трещинах, рассказывает жительница 30-го дома подгорного микрорайона. Его строили одним из последних, и материалы использовали с ней самого лучшего качества, уверяет женщина. Это дом мебельной фабрики. Все прекрасно знают, что когда вырыли котлован, поехали там на стройку, плиты уже не было. И плиты для этого дома собирали по всему городу. Когда появилась идея строительства многоэтажки в их дворе, собственники квартир сразу же выступили против. Они опасаются, что когда начнутся работы, их дом может просто рухнуть. В 4-м, в 13-й квартире маячок стоит, потому что стена имела свойство отходить, и сделали стяжечку маленькую пока стоит, но весна-осень у нас, конечно, дом считается. Кроме этого, горожан волнует то, что во дворе не останется места для игровых площадок. Неоднократно жители обращались в администрацию Скитима с этими вопросами. Были встречи с представителями застройщиков, которые осматривали территорию и дома в районе будущей стройки. Но за три года решение властей не изменилось. Строительству быть, и для детских игровых зон места хватит. На прошлой неделе люди вышли с протестом на пикет. У нас волнует то, что дом будет стоять, очень займет большую площадь, и у нас вот 30-й дом, 29-й дом, и даже в 28-м доме нет детской площадки вообще. Вообще не остается места для площадок детям. Сейчас поставили, загородили, все как подстройку. Вообще лишились площадок. За сохранность дома переживаю, потому что будут свои бить, дом трещины даст, может дать. Правильно? Нет? Вот. Этот земельный участок был сформирован в 2012 году и продан на аукционе под строительством многоэтажного жилого дома. В администрации города объясняют – все законно. Дважды была организована прокурорская проверка. Проект готов. На очереди его экспертиза. После этого он будет представлен администрацией. Сейчас эксперты должны проверить как раз на все нормы. На геологию, на санитарные нормы, пожарные нормы и все остальное. После того, как проект пройдет экспертизу, он будет представлен администрацией в течение пяти дней в соответствии с законодательством. Если у нас никаких претензий не будет, если застройщик полностью все нормы законодательные в порядке, мы обязаны выдать разрешение на строительство. Но опасения жителей по поводу сохранности дома учли. При закладке фундамента будут применены и другие технологии. Тут это в проекте будет учтено. То есть вот этих свай набивных не будут. Там есть новая технология – раскатные сваи. То есть это немножко другое. То есть вот этого шума и вибраций грунтов не будет. Впрочем, жители не согласны и с таким решением и намерены отстаивать свою точку зрения дальше. А 30-й дом хотят признать аварийным. Для его оценки намерены пригласить комиссию.